Приветствую вас. Если говорить откровенно, то ваш мужчина, скорее всего, пить не бросит. Почему? Если бы хотел, а самое главное, если бы мог, то бросил бы уже давно. А раз этого не сделал мужчина, значит, либо не может, либо нет мотивации у него, ну, адекватной мотивации для того, чтобы бросать, пить, пить, да, то есть, ну, просто вот нет мотивации у него. Значит, либо достаточно очень сильны условия, так скажем, которые заставляют его употреблять алкоголь. То есть, в общем-то, такие условия, да, такие причины, они, скорее всего, были объективны, да, то есть, ну, из-за чего мужчина начал, собственно, пить. Вот. И эти условия, они никуда не делятся, к сожалению, и, к сожалению, опять же, и не денутся никуда сами по себе. То есть, если вам хочется, если вам хочется, чтобы ситуация изменилась, если вам хочется, чтобы ситуация поменялась, то необходимо либо устранить причину, а это только диалог с мужчиной, либо замотивировать его как следует, ну, например, делать так, чтобы он боялся вас потерять, например. Ну, например, это просто как в качестве примера, да, вот. Либо там, если есть дети, то замотивироваться его детьми, то есть, сказать, что вот, смотри, там, дети, вот, они там все это видят, как бы им тяжело, они действительно переживают, но это правда. Это правда. У них это негативно влияет. Вот. Соответственно, либо вы, значит, замотивировать, устранить причину, да, либо понять, что мужчина свой выбор сделал, такой вот выбор, это его выбор, как бы это ни было грустно, печально, неприемлемо и так далее, и так далее, и так далее. А вам нужно сделать свой выбор, каким бы он ни был, опять же, этот выбор, да, то есть, выбор ваш, он, ну, если мужчина решает, например, пить, да, то вы, соответственно, решаете либо от него уходить, либо продолжать жить с ним, но при этом принимать его таким, какой он есть. Ну, что нужно сделать, вот, в обязательном порядке, что нужно сделать, да, сделать нужно следующее, нужно перестать заниматься спасением человека. То есть, нужно перестать его спасать. То есть, если мужчина пьет, это его выбор, это его право, и он, ну, как бы, ну, хочет это, наверное, делать, он это будет делать. Вот, значит, это, если мы говорим именно о том, вопрос, если мужчина пить, то есть, именно если мы говорим о таком моменте, как психологический аспект. но вы-то могли задавать вопросы в разделе эзотериков, вот, поэтому я рекомендую в этом случае обратиться к эзотерикам, вот. они вам могут, может быть, помогут. Я, к сожалению, не знаю, эзотерик, но если вы хотели именно погадать, да, обращайтесь к эзотерикам, они вам помогут. Вот. Погадают, скажут, может быть, еще что-то сделают. Вот. Психологическая точка зрения важен у Мунина на реабилитацию. Как физическая, так и психологическая, вот. Но в первую очередь, конечно, физическая, потому что... Без, именно без физической реабилитации, психологическая, невозможно. В любом случае. Как бы там ни было. Либо работает скрыва тела, да, либо работает скрыва тела, либо работает, значит, либо работает тело, либо работает мозги. Если тело в чем нам нуждается, то всегда будут работать мозги, всегда будет работать тело. И мозги будут, по сути, подчинены только вот телу. Но, к сожалению, по-другому не бывает никак. Да, никак. Это... Но это, к сожалению, это вот, это, это так. Да? Ну вот. Ага. Значит... Что еще можно добавить к этому? Наверное, то, что не нужно ждать, пока муж бросил. Резать можно очень долго, на самом деле. Вот. Я полагаю, что вы вполне можете быть хозяйкой своей жизни. Вот. И, соответственно, самостоятельно взять дело в свои руки. То есть вы отвечаете, как минимум, за себя. Это немного, это немало, точнее. И, соответственно, нужно... И, соответственно, нужно... Не нужно... Не нужно... Не нужно... Забыглась об этом. Вот. Об этом нужно помнить. Об этом нужно помнить в любом случае. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.